35-й турнир Горилла ММА серии, который прошел 26 июня в Санкт-Петербурге под вывеской «Время новых героев», заметно подкорректировал статистические рейтинги серии. И это неудивительно. В файткарде были заявлены сразу несколько бойцов, неизменно присутствующих в наших рейтингах. И начнем с самого активного бойца Горилла ММА серии – Артема Семенова. Его карьера – это ответ на вопрос, что может дать бойцу Горилла ММА серии. Чуть более года назад Артем провел свой первый поединок в профессиональной карьере. Произошло это 17 мая 2020 года на турнире серии под номером 6. С тех пор, за 13 прошедших месяцев, Семенов еще неоднократно выходил в октагон в турнирах Горилла ММА серии. Из 9 боев он одержал победы в 6 при 3 поражениях. А с учетом еще одного боя, проведенного вне Горилла ММА серии, его рекорд составляет вполне солидные 7 побед при 3 поражениях. И этот шанс проявить себя ему предоставила именно Горилла ММА серия. Такой же шанс получили и десятки других бойцов. Но вернемся к прошедшему 26 июня турниру Горилла ММА серии 35. Время новых героев. Именно здесь Семенов проводил свой 9 бой в турнирах серии. Для победы над Исаком Гулиевым, неуступчивым бойцом, подошедшим к этому поединку с 4 победами при 1 поражении, Семенову понадобилось чуть менее 2 минут. И все решил очередной летающий треугольник в исполнении Семенова. Таким образом, Семенов остается единоличным лидером по числу боев, проведенных Горилла ММА серии. На 1 меньше 8 на счету Маркова Лагдина, который на этом турнире хоть и добавил в статистику еще одно участие в турнирах серии, но победу добыть не сумел. Так же, как и Константин Чередниченко, уступивший Николаю Шахобову в своем шестом бою Горилла ММА серии. А вот к победам Александра Митькина и Владимира Юрусова, записавших на свой счет пятые поединки в наших турнирах, мы еще вернемся сегодня. Еще раз обратите внимание на этот уже привычный для Семенова треугольник, который принес ему пятую победу в турнирах Горилла ММА серии. Этот прием позволил ему сохранить первое место в рейтинге по числу побед с обмишенными. Но это первое место он делит с Владимиром Юрусовым, который менее чем за минуту на 35-м турнире провел болевой прием на руку и заставил сдаться Дмитрия Кривульца. У Юрусова уникальный результат – пять боев на профессиональном уровне и все пять турнирах Горилла ММА серии. Во всех пяти он одержал победы приемами и завершил их в первых раундах. Это серьезная заявка на то, чтобы за ним внимательно следить. С учетом всего вышесказанного, рейтинг бойцов по числу побед приемами выглядит следующим образом. Лидеры – Артем Семенов и Владимир Юрусов с пятью с обмишенными. На две победы приемами отстают трое – Максуджон Кадиров, Александр Митькин и Константин Чередниченко. По две победы на счету у 14 бойцов. Среди них – Риски Диносадов, задушивший на 35-м турнире с помощью гильотины Илью Коликова. Но еще несколько слов о победе Митькина. Как и Осадов, он исполнил гильотину и менее чем за минуту заставил сдастся фарходы Ибрагимова. Для Митькина это был пятый поединок в карьере и в турнирах Горилла ММА серии. И третья победа, причем все три были одержаны приемами. А вот в рейтинге нокаутеров серьезных перемен не произошло. Марк Валагдин потерпел второе подряд поражение в турнире серии, а два других лидера в этом турнире участия не принимали. По две победы на счету у 23 бойцов, которым присоединился Николай Шахобов. Победа в бою против Константина Чередниченко досталась Шахобову уже через 40 секунд после начала первого раунда. Досадная травма ноги помешала Чередниченко продолжить бой, который начался весьма ярко. Но спорт есть спорт, и травмы в нем случаются. Пожелаем Чередниченко скорейшего восстановления и возвращения в октагон. И в завершении обратимся к самому престижному рейтингу – количеству побед в турнирах Горилла ММА серии. Здесь с шестью победами рейтинг возглавляет Артем Семенов. Владимир Ярусов сравнялся с Марком Валагдиным и отстает на один успешный поединок. Семь бойцов имеют по четыре победы, и большая группа из 18 бойцов готова штурмовать рейтинг, имея в своем активе по три победы. Среди этих 18 – Александр Митькин. Вот так активно переписал рейтинги Горилла ММА серии 35-й турнир, который прошел 26 июня в Санкт-Петербурге под вывеской «Время новых героев». Но календарь серии неумолимо нас влечет далее. Впереди у нас новые открытия, новые точки на карте, новые имена. А значит, в наших рейтингах будут новые изменения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова